Здравствуйте, я очень рад, что вы смотрите нас сегодня. Когда происходит смена правительства, мы надеемся, что это будет нам во благо. Но все же так бывает не всегда. В нашей проповеди мы рассмотрим сказанное в 25 главе Деяний Святых Апостолов и узнаем о том, к чему привел первый визит нового наместника в Иерусалим. Там он встретился с людьми, которые обвиняли апостола Павла и хотели, чтобы его осудили. Но с тех времен прошло уже два года. Улеглась ли за это время их ярость? Перестали ли они хотеть суда над Павлом? И пошел ли новый наместник по стопам своего предшественника? Принесла ли эта смена власти какие-нибудь перемены? Как со всем этим связан Бог? Сегодня нам есть чем заняться. Вы готовы, надеюсь? А вы заострили свои мечи? Я имею в виду наши Библии, наши сердца. Должен вам признаться, когда приходится иметь дело с такой главой, какую мы будем разбирать сегодня, в голове тут же возникает вопрос. А что вообще можно об этом проповедовать? Я поискал ответы на свой вопрос в интернете и пришел к выводу, что на эту тему существует совсем мало проповедей, как в нашей стране, так и за ее пределами. Но все же, дорогие мои, эту главу послал нам Святой Дух, иначе бы ее не было в Библии. Описание говорит нам, что все, что написано в Библии, исходит от Святого Духа. И очень полезно для изучения, формирования личности, увещевания, здоровья и многих других вещей. Поэтому задам вопрос, а готовы ли вы приступить вместе со мной к чтению 25-й главы «Деяний святых апостолов»? Итак, первый иерусалимский наместник, с которым пришлось столкнуться Павлу, был Феликс. Это было в 24-й главе. И поэтому вы должны прекрасно помнить эту историю. Этот Феликс был очень испорченным человеком. Он два года продержал Павла в темнице. С одной стороны, он не хотел отдавать его евреям, но с другой стороны, он знал, что Павел не сделал евреям ничего плохого. И все обвинения против него были высосанными из пальца. И вот на его место пришел Фест. Этот бедняга просто не знал, что сообщить императору. Что делать с этим арестованным? Феликс тоже не знал, что с ним делать, и поэтому два года продержал его в темнице. И в самом конце 24-й главы мы можем прочесть о том, что он, желая доставить удовольствие иудеям, оставил Павла в узах своему преемнику. То есть в этом неразрешенном случае должен был теперь разбираться Фест, который пришел на смену Феликсу. Поэтому, когда Фест прибыл в Кесарию, где тогда находился римский штаб в Иудее, он совершил свой первый визит в Иерусалим уже через три дня. Там он встретился с местными представителями власти. А в то время это были люди из церкви, то есть это были первосвященники, фарисеи и члены Синедриона. То есть во время своего первого визита новый римский наместник встретился с израильскими представителями духовенства и религии. Итак, о чем же они стали говорить, когда первосвященник поприветствовал Феста, сказав ему «Здравствуй, дорогой Фест! Мы знаем, что вы пришли занять место Феликса. Мы очень рады, что вы приехали к нам. Нам кажется, император послал нам просто прекрасного нового наместника. Так давайте же познакомимся поближе. Выпьем вместе чашечку кофе и тому подобное. Так на какую же тему они стали говорить сразу после приветствия? Они стали говорить с этим новым наместником, разумеется, о Павле. Этот вопрос не мог решиться прошлым наместником из Кесарии целых два года, и это не давало им покоя. И вот о чем они стали говорить с новым наместником Фестом. Мы прочитаем с вами эти строки. Они явились к нему с жалобой на Павла, и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим. И злоумышляли убить его на дороге. То есть они снова замышляли его убийство. Они знали, что у них не было никаких весомых аргументов против Павла. И все же они не сдавались. Поэтому они попросили Феста, чтобы он сделал им милость, а не полагались на закон. Вот как все работало в те времена. Если не получалось что-то сделать на законных основаниях, в таком случае прибегали к милости. Здесь мы можем видеть, с какой ненавистью были наполнены сердца этих людей, ведь они были религиозными лидерами. Прошло уже два года, им следовало обо всем забыть, потому что они прекрасно знали, что Павел не виновен. Единственным, в чем они обвиняли его, были его слова, когда он сказал о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Иудеи считали, что такие слова должны караться смертью, и они так и не успокоились за два года. Мы можем видеть, что, похоже, их ненависть к Павлу только увеличилась. Время не лечит раны. Когда люди ненавидят и не позволяют себе освободиться от ненависти, они все больше и больше в ней запутываются. Они все больше становятся пленниками самих себя. И более того, они становятся рабами своей собственной, исполненной ненависти, страсти. Фарисеи, первосвященники, не могли больше выносить Павла из-за его взглядов и его веры. Они без всякой опаски когда-то заявили, мы находим сего человека язвою общество. Об этом мы с вами прочитали в прошлой главе, а именно в 24-й. Недавно одна известная так называемая активистка за права женщин публично высказалась, и мы можем прочитать об этом СМИ, без всякой опаски, а просто отвратительных, по ее мнению, противниках абортов. Когда люди публично высказываются на такие, не то что уничижительные, а просто отвратительные темы, и при этом называют людей, придерживающихся другого мнения, отвратительными, а она как раз считала, что люди, которые с ней не согласны, просто ужасны. Это и есть усиленная ненависть. Так почему же не склонные к насилию христиане не могут отстаивать свои убеждения? Разумеется, мы согласны с лозунгом женщин, которые говорят, «Мой живот принадлежит мне». Но то, что может образоваться, в этом животе у женщины, это жизнь другого человека, и она не принадлежит ни одной женщине. Ею не вправе распоряжаться ни один человек. Это может делать только лишь Бог. Это мысль, которую все мы должны осознать. Она широко распространена во многих странах мира. Ибо чего быть не должно, того быть не должно. Но эти так называемые «борцы за освобождение женщин» исполнены такой сильной ненависти, что, будучи против демонстрации за право на жизнь, они не боятся выкрикивать даже такие фразы, «Сделала бы аборт Мария, мы бы стали жить более счастливой жизнью». Иными словами, они считают, что это нормально, избавляться от плода во чреве матери. Разве это не ненависть? И газеты это печатают. Мне кажется, что это очень даже нехорошо. подобно тому, как Павел был тогда козлом отпущения для религиозных лидеров, так и сегодня христиане. Верные Библии нередко также являются козлами отпущения для общества. Но когда люди больше не слушают Божье Слово, они все больше и больше погружаются в свое упрямство, в свою ненависть. Причиной этого является отрицание греха. Люди полагают, что если они избавятся от Божьих заповедей, они освободятся, но при этом они не замечают, как становятся рабами. Однажды один человек, наблюдавший за птицами, увидел орла, который наматывал в воздухе круги по одной и той же траектории. Но внезапно этот орел начал спускаться, причем каким-то странным образом. Этот человек видел, как орел делал все более и более нервные взмахи крыльями, и эти взмахи становились все быстрее. Он опускался и опускался, и парил подобно воробью. В конце концов, он ударился об скалу и рухнул на землю. Это зрелище было настолько необычным, что человек спустился туда, куда упала птица, и стал ее искать. И в итоге он нашел мертвую птицу с молодой куницей на шеях, сосавшей ее кровь во время полета. Многие люди полагают, что, отвернувшись от Бога, они будут свободны, свободны, как орлы. Они чувствуют себя прекрасно и превосходно. Но они не замечают, что смерть уже висит у них на шее, что грех высасывает из них кровь. Многие люди считают, что, когда они ненавидят Иисуса и Его Слово, а также смеются над Его учениками и презирают их, то это означает для них свободу. Для них это самоопределение. Но, друзья мои, на самом деле все наоборот. Один мудрый человек сказал, «Вас убивает не то, что вы едите, а то, что вас ест. Вот что разрушает вас. То, что вас пожирает. Вот что вас уничтожает. Не то, что вы едите, а то, что поглощает лично вас. Вот что убивает вас». Многие люди уже просто почти съедены своей ненавистью к христианской вере и поэтому незаметно погибают. В послании к кремлинам Павел писал, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы». Давайте сейчас вспомним Каина. Ему не нравилось, что его брат был так исполнен верой, и она делала его счастливым. Его злили те сердечные отношения, что были у Авеля с Богом. Поэтому Каин мешал ему служить Богу и приносить ему жертву. Когда же Каин увидел, что Бог благословил Авеля, он начал просто ненавидеть своего брата и в итоге убил его. Он просто не мог выдержать того давления, которое на него оказывало, его ненависть. Он совершил просто ужасный поступок. И сейчас я хочу просить всех вас проверять свои сердца. Да, возможно, и в вашей жизни есть скрытая злоба, ожесточенность, неприязнь или ненависть по отношению к кому-нибудь, может быть, к брату, к вашей жене, или к какому-нибудь другому человеку, члену вашей семьи, или к какой-нибудь вере, или к какому-нибудь политику, или к чему-то еще. Фарисеи и книжники в Иерусалиме были настолько одержимы своей скрытой злобой, что занимались тем, что пытались устранить человека со своего пути. Когда в Иудею прибыл новый наместник, первое, о чем они с ним заговорили, так это о том, что Павла нужно было судить. Они говорили, что хотели, чтобы Павла судили. В Иерусалиме местные судьи. Но на самом деле они не хотели выслушивать, что он скажет. Они просто хотели его убить. Вот как обстояли дела. А теперь подумайте про царя Саула. Вспомните о том, к чему его привела его скрытая злоба. В результате он причинил больше вреда себе, чем молодому верующему Давиду. В конце концов, ненависть довела его до того, что он покончил с собой. Мы можем видеть такие же чувства и у первосвященников в Иерусалиме. Сначала их беспокоили последователи Иисуса, а затем они назвали Павла язвой и хотели убить его. Они действовали как настоящие фанатики. И, дорогие мои друзья, мы прекрасно знаем, к чему это привело. В результате их религиозная система была разрушена вместе с храмом. Мы можем подвести такой итог под всем этим. У ненависти нет будущего. Так что проверьте и вы свою жизнь. Если вы тоже раб своей скрытой злобы, вспыльчивости, горечи и ненависти, то тогда обратитесь к Иисусу и попросите у Него прощения уже сегодня. Впустите в свое сердце спасительный елей, чтобы он стал нежным и мягким, чтобы ненависть сменилась любовью. Ведь любовь изгоняет ненависть. Любовь изгоняет страх. И любовь побеждает. Я прошу вас, сделайте это. Обратитесь к Иисусу. Попросите Его о прощении. И тогда вы своими глазами увидите, как Он уберет от вас то, что высасывало кровь из вашего сердца, и вы станете абсолютно свободными. Мы знаем, что эта ненависть привела фарисеев к погибели. Но мы можем заметить при этом и кое-что еще, а именно то, что Бог направляет все сердца. Как Фест отреагировал на исполненную ненависти, кровожадную просьбу религиозных лидеров Иерусалима. Они хотели, чтобы Павла доставили из Кейсарии к ним в Иерусалим. Но вот интересный факт. Фест не пошел у них на поводу, хотя он прибыл к ним, чтобы наладить с ними хорошие отношения. Вы, наверное, знаете, что в те времена во многих частях Израиля люди пытались выступать против владычества римлян. Они поднимали восстание. Фест наверняка хотел, в том числе, достигнуть мира с местными жителями и сделать так, чтобы иудеи к нему дружелюбно относились, чтобы ему было проще ими управлять. Он был дипломатом. Мы можем видеть таких людей и сегодня. Но, несмотря на то, что этот человек был заинтересован в политическом примирении с иудеями, он не поддался их просьбам. И мы можем прочитать, что же он им ответил. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражу и что он сам скоро отправится туда. Итак, этот человек довольно сильно ошарашил иудеев, сказав им свое резкое «нет». Мне даже трудно поверить, что это решение принял он сам. Я глубоко убежден в том, что это решение послал ему сам Бог. Вся эта история показывает нам, какой путь избрал для себя Фест. Ибо в Библии сказано, «Сердце царя в руке Господа». Как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Когда Бог захотел, чтобы Фест ответил иудеям «нет», тогда Фест и ответил «нет». Хотя от него и ожидали совсем другого. Здесь мы снова видим, как Бог всем управляет. Мы полагали, что исход дела определяют первосвященники или могущественный Фест. О нет, дорогие мои, ни первосвященники, ни Фест здесь ничего не решали. А кто же решал? Бог все решал. Живой Господь все решал. И делал это по своему провидению. Ибо откуда исходят всякие правительства? Мы знаем, что правительства выбирают избирателей. Ведь так? Да, но это вторая причина их избирания. Нашего канцлера выбрали избиратели. Да, это так. Но первая причина заключается в том, что их избирает Бог. Я часто слышал о том, что христиане, сидя у телевизора или читая политические новости, скажем, в интернете, очень раздражаются. Многие из вас также раздражаются политическими новостями. Должен вам признаться, что моя жена не раз тоже хватала меня за руку, когда я сам восклицал, да что они вообще там творят? Да, давайте поднимем руки те, кого раздражают политические новости. Ну, давайте. Смелее. Но не торопитесь при этом. Тише едешь, дальше будешь. Должны ли мы вообще раздражаться по этому поводу? Конечно, нет. Потому что все происходит так, как того хочет Бог. Да, все действительно происходит так, как того хочет Бог. Даже ваше давление зависит от Него. Даже ваше сердце. Это Бог все решает. Он направляет сердца королей и вообще всех людей. Со своего престола Он взирает на всех людей, что живут на земле и направляет их сердца. Иисус молчал, когда Пилат, один из предшественников Феста, задавал ему вопросом. И Пилат говорил ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Пилат думал, что это он принимал все решения. Но Иисус отвечал ему, «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Вот он, секрет. Вот оно, библейское послание. Без Божьего управления Иисус никогда бы не попал в руки своих мучителей, потому что это Бог определяет время. В Евангелии от Иоанна сказано, «И искали схватить его». Давайте посмотрим это место. Но никто не наложил на него руки, потому что еще... Давайте вместе? Не пришел час его. Правильно. Еще не пришел его час. Первосвященники вожделели лишить Павла жизни. Они хотели убить его. И как можно скорее. Они хотели, чтобы этот час наступил поскорее. По их мнению, он не должен был оставаться в живых. Но час Павла еще не пришел. Ему еще надо было отправиться в Рим. Он должен был продолжить благовествование. То же самое было и с Иисусом. Иисус однажды сказал, «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Но вы и власть тьмы не можете делать то, что вы хотите, а только то, что желает Бог. То же самое было и в случае с Фестом. Час Павла еще не пришел. Божий светофор все еще был красным. Поэтому Дух Святой послов в сердце Феста мысль о том, что Павла нужно оставить в плену в Кесарии и не потакать желанием иудеев. Он сказал им, «Если хотите, можете отправиться со мной в Кесарию и повидать Павла. Но к вам я его не отправлю». Все же интересно, почему этот человек так говорил? Дорогие прихожане, здесь мы видим, что все в руках у Бога. Мы помним, что Даниил однажды сказал правителю Навуходоносору, который был просто безумен, «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Да коли познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Когда же Бог наконец привел диктатора в чувства, тот впоследствии признал, «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, «Что ты делаешь?» Мы видим, что только Бог держит все под контролем. И я считаю, что именно поэтому Дух Святой и вставил в Библию эту главу. Она очень ценная и полезная для прочтения и изучения. В ней мы видим Божьи пути, которым подчинены все человеческие намерения, цели и помыслы. И в конце концов все приходит к тому, как замыслил Бог. Мы видим, что только Бог держит все под контролем, а не Пилат, не Феликс, не Фест, не Агриппа и никто другой, кто сегодня возникает на любой политической арене. Так что утешайтесь, правит только Бог и никто другой. Итак, Павел не сделал евреям ничего плохого, и все обвинения против него были высосанными из пальца. Аминь. Дорогие телезрители, я очень рад, что вы смотрите наши программы. Но мы хотим, чтобы наши программы смотрело еще больше людей, потому что все должны услышать благую весть Иисуса Христа. Например, недавно одна супружеская пара написала нам следующее слово. Мы хотели бы от всего сердца поблагодарить вас в этом письме за ваши проповеди и за ваше интенсивное изучение Библии по телевизору. Для нас вы очень, очень важны. Пусть Бог благословит вас за это. Но вот что они пишут дальше? Мы знаем около десятка людей в нашем небольшом городке, которые регулярно смотрят вашу программу. Такие слова очень нас радуют. Но мы будем рады куда больше, если о наших программах узнает еще больше людей, и благодаря им они услышат об Иисусе. Поэтому я предлагаю заказать у нас вот такие специальные флайеры, которые вы можете раздавать вашим друзьям, родственникам и коллегам, чтобы люди в Германии могли узнать, кто такой Иисус Христос. И не только в Германии, но и по всему миру. Спасибо вам за вашу поддержку. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. и мы не том, что мы будем